Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новый выпуск. Очень скоро все те, у кого нет биткоина, очень об этом пожалеют. Вчера, к сожалению, не получилось выложить видео, потому что я отмечал день рождения, поэтому сегодня придется сделать два видео в качестве штрафного. А видосы сделать есть о чем, поверьте, происходят просто сумасшедшие вещи, даже я такого не ожидал. В крайнем видео, которое я выложил позавчера, я рассказал о том, как такие крупные фонды, как Грейскейл Биткоин делают все, чтобы отобрать ваши биткоины. И это случилось. Посмотрите на этот график. Это график позиций Грейскейл в биткоине. Как вы видите, за последние сутки их баланс вырос более чем на 7000 биткоинов. Пока трейдеры ожидают просадки и продают, Грейскейл подбирает за ними их биткоины. Уверен, этим же занимаются и остальные крупные финансовые организации. Если что, желтый график это цена биткоина, а синий количество биткоинов под управлением Грейскейл. Но еще больше поражают масштабы накопления биткоинов этим фондом. За месяц они добавили 57 тысяч биткоинов. Это очень много. Однако, все это меркнет на фоне того, что произошло в Соединенных Штатах. Того, что творят их сенаторы. Начнем с того, кто такая Синтия Ламис. Это американский политик, член республиканской партии. В 2020 году она была избрана на пост сенатора США от штата Вайоминг. В должность она вступит с 2021 года и она станет первой женщиной в истории, которая представит Вайоминг в Сенате США. Но теперь я хочу, чтобы вы оставили все, чем вы занимаетесь, всего на полторы минуты. Открыли это видео на весь экран и внимательно послушали, что говорит уже избранная на пост сенатора США Синтия Ламис. Я считаю, это событие достойно десятков тысяч лайков. Не мне, а ей. Заметьте, как категорически сменяется нарратив. Дональд Трамп говорил, что биткоин просто незаконная история, используемая для нелегальной активности. Например, отмывание денег, уклонение от налогов, покупка оружия и так далее. Но люди, которые придут ему на смену, думают совершенно по-другому. Все меняется, и мы таки окажемся правы. Теперь послушайте ее. Вы были выбраны на пост сенатора, и у вас уже был некий политический опыт. Но на этот раз все интереснее. Вы первый сенатор, который владеет биткоином. Я буду полностью открыто с вами. Я не очень разбираюсь в биткоине. Но я знаю некоторых людей, которые верят, что да, нужно защищать эту валюту. Но есть те, кто говорит о том, что биткоин используют для отмывания денег или уклонения от налогов. Как вы к этому относитесь? Надеетесь ли вы вынести биткоин как вопрос национального обсуждения? Я точно надеюсь, что биткоин станет национальным вопросом. Я работала в казначействе штата. Я занималась инвестициями нашего штата. Я всегда искала хорошее средство сбережения. И биткоин идеально подходит на эту роль. Наша собственная валюта падает в инфляцию. Биткоин же нет. Будет добыто всего 21 миллион монет. И все. Я уверена, биткоин станет нашим средством сбережения номер один в долгосрочной перспективе. Чтобы мне такое в 2018 году сказали, что сенатор США будет говорить о биткоине и долларе в таком ключе, я бы в жизни не поверил. И дело не в том, что сенатор США сказал. Дело в том, что она понимает биткоин. Все больше и больше людей начинают понимать биткоин. Это были сначала управляющие публичными компаниями. Теперь уже и сенаторы. Кроме того, они начинают принимать и тот факт, что их собственная валюта, доллар США, падает в инфляцию. Я знаю, что будет дальше. Дальше страны начнут добавлять свои золото валютные резервы биткоин. Возможно, они уже это сделали. Однако, биткоин тоже имеет свою заданную инфляцию, будем честными. Но вскоре, когда будут добыты все биткоины, он будет становиться только ценнее, особенно учитывая то, что его можно потерять. Но вместо потерянного биткоина, новый никогда не напечатают. И напоследок я хочу совсем добить вас. Дэнни Дорита в реддите опубликовал эту запись с канала Fox Business. Это американский бизнес-канал платного телевидения, который доступен для почти 75 миллионов зрителей. И теперь он добавляет пару биткоин-долларов в бегущую строку котировок, валют и акций. При этом он еще и на первом месте там находится. Похоже, все приближается и приближается очень быстро. Видимо, все, кто не держит биткоин, в скором времени будут очень сильно расстроены. Ведь конец игры для них уже близок. А меня зовут Богатейший Ди. Ставьте лайки, если это видео вам понравилось. А также подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, делитесь роликом с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте. Увидимся вечером. Пока.